Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 27 апреля. В нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. В важных переговорах сегодня, возможно, будут участвовать Овны. В 1959 году СССР, первым секретарем ЦК КПСС которого был Никита Хрущев, и Египет заключили договор о строительстве Асаунской плотины. Затеять какую-нибудь авантюру сегодня могут тельцы, но прежде чем совершать задуманное, взвесьте все за и против. В 1825 году английский социалист-утопист Роберт Оуэн основал в Америке колонию, которую назвал «Новой гармонией». Ее устав основывался на принципах уравнительного коммунизма. Однако отношения поселенцев оказались далеко не гармоничными, и в 1828 году Оуэн был вынужден свернуть свою деятельность, потеряв на этом предприятии 40 тысяч фунтов стерлингов. Почти все свое состояние. У близнецов сегодня благоприятный день для демонстрации своих завершенных проектов. В 1960 году на экраны СССР вышла экранизация романа русского советского писателя Михаила Шолохова «Поднятая целина», созданная режиссером Александром Ивановым. Фильм стал лидером проката, его посмотрели свыше 30 миллионов человек. Роман Шолохова был посвящен коллективизации на Дону и движению коммунистов – 25-ти тысячников. Важная деловая встреча предстоит сегодня, возможно, ракам. В 1966 году в Ватикане встретились министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и римский папа Павел VI. Львы сегодня, возможно, отправятся в длительную поездку, но о ней не стоит сообщать кому-либо из незнакомых людей. В 1963 году в Москву впервые прибыл лидер Кубинской революции Фидель Кастро с Острова Свободы. Он вылетел тайно, поскольку нельзя было исключить возможность случайной атаки его самолета американцами. Посетить грандиозное мероприятие могут сегодня девы. В 1967 году в Монреале открылась всемирная выставка «Экспо-67», которая проводилась в честь столетия Канадской конфедерации. Выставку посетили многие известные люди того времени. В их числе были королева Великобритании Елизавета II, президент США Линдон Джонсон и другие. На сегодняшний день «Экспо-67» является самой успешной всемирной выставкой 20 века, в которой приняли участие более 50 миллионов посетителей и 62 страны-участницы. Приложить усилия к созданию новой организации, возможно, предстоит сегодня весам. В 1865 году бизнесменом Эзрой Корнеллом и политиком Эндрю Уайтом был основан в Итаке Корнельский университет, где ныне учатся почти 20 тысяч студентов. Этот университет считается одним из крупнейших и известнейших университетов США. Принять важное участие в организации спортивно-массовых мероприятий могут сегодня скорпионы, как это было в 1908 году, когда король Великобритании Эдуард VII открыл летние Олимпийские игры в Лондоне. Стрельцы сегодня способны на отчаянные поступки из-за сложившихся финансовых трудностей. Но вспомните о своих друзьях и родных. Они вам наверняка помогут. В 1667 году уже давно ослепший английский поэт Джон Мильтон продал за 10 фунтов права на написанную им в этом году и ставшую лучшей в его творчестве поэму «Потерянный рай». Великое значение «Потерянного рая» в психологической картине «Борьбе неба и ада». Козероги совместно с коллегами сегодня могут запустить в работу новый проект. В 1982 году при генеральном секретаре ЦК КПСС Леониде Брежневе в Москве начал работать телефон доверия – круглосуточная экстренная психологическая помощь по телефону. Неожиданные неприятности могут навалиться сегодня на водолеев. Вспомните о своих прошлых поступках, может, именно они повлекут за собой сегодняшние трудности. В 1938 году был арестован 30-летний физик Лев Ландау. Этому предшествовали следующие события. Спасаясь от начинающегося в Харькове процесса по делу физиков, Ландау принял приглашение Петра Капицы занять должность руководителя теоретического отдела Института физических проблем. Но в следующем году Ландау соглашается подписать призывающую к свержению сталинского режима листовку. Это намерение было раскрыто органами госбезопасности СССР, и Ландау арестовали за антисоветскую агитацию. В тюрьме он провел год и был выпущен благодаря героическому вмешательству Капицы, взявшего Ландау на поруки. Задуманные планы на сегодня у рыб могут подвергнуться определенным препятствиям, хотя это, впрочем, не будет являться большой проблемой для дальнейшей их реализации. В 1749 году первое официальное исполнение музыки немецкого композитора Генделя во время королевских фейерверков было прервано из-за возникшего пожара. Какие бы неприятности ни происходили в вашей жизни, не стоит отчаиваться и тем более принимать близко к сердцу предсказания звезд. Верьте в свой успех, и он обязательно к вам придет. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина.